Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, как попасть в рекомендации ТикТока в 2020 году. Сегодня я расскажу вам, как снимать видео, как их публиковать, что делать, как всё правильно выложить и всё такое. А перед началом я очень сильно попрошу вас подписаться на мой канал, поставить колокольчик и написать комментарий. Мне это очень поможет и поддержит меня. Я думаю, всем очевидно, что чтобы набрать аудиторию в ТикТоке, нужно попадать в рекомендации. Я думаю, из-за этого вы ко мне и пришли. Сейчас я вам расскажу основные критерии, которые вы должны соблюдать в своём ТикТоке. Снимайте побольше трэша, не снимайте какие-то скучные видосы, они обычно не очень сильно заходят людям. Снимайте что-то необычное, то, чего люди не ожидают. Даже те же самые скучные ролики можно преобразовать во что-то крутое, просто сделав их как-то необычнее, что-то сделать не так, как на них, перевернуть полностью всё и сделать это просто необычные трэшовы. Это очень сильно заходит людям. Вы, наверное, все обращали внимание, что в рекомендациях много попадается жизненных видосов. И это тоже очень сильно заходит людям. Снимайте почаще жизненные видосы. Например, булка упала и перевернулась на колбасу. Это жизненно. И это, возможно, зайдёт людям. Если вы снимете, это как-то трэшово и как-то необычно. Также сейчас на ТикТоке очень сильно заходит видео с вашими родителями, бабушками. Вы, наверное, очень много этого замечали, когда в рекомендациях попадаются бабушки, дедушки, какие-то родители. И они набирают очень большое количество просмотров, лайков и комментариев. Это всё очень сильно заходит людям. Поэтому попробуйте этот вариант. В наше время люди любят качество. Если у вас нет качественной камеры, к сожалению, шансы попасть в рекомендации у вас мало. Но они есть. Если у вас какой-нибудь дешёвый Android, вы можете снимать всё на основную камеру. Качество у вас по-любому будет намного лучше, чем с фронталки. Если же у вас более дорогой телефон, то в принципе у вас проблем с качеством не будет. Не стесняйтесь воровать иностранные идеи, потому что все тренды приходят из зарубежья. Постоянно следите за трендами, особенно за зарубежными, потому что там всё появляется намного раньше. И вы можете успеть залететь с этим в свой ТикТок и попасть также в рекомендации. Это очень легко взлетит. Но можно воровать и не только иностранные идеи, можно воровать также и русские идеи в принципе. Но я советую не просто тупо воровать, я советую приносить туда что-то своё, что-то уникальное. И как-то по-другому переснять это, обыграть это. Это тоже очень сильно понравится людям. И вы с лёгкостью взлетите в рекомендации. Думаю, если в ТикТоке вы находитесь уже достаточное количество времени, то вы видели, что видео интриги тоже очень хорошо набирают просмотры, лайки, комментарии. Потому что людям интересно, что в итоге получится. Например, покрасьте волосы и напишите результат через 24 часа. И это тоже в принципе взойдёт. И не обязательно красить волосы. Вы можете придумать всё, что угодно, что происходит в течение какого-то времени. Только желательно не обманывайте свою аудиторию, потому что этого люди очень не любят. В ТикТоке есть такая штука, что видео не всегда с первого раза залетает в рекомендации. Поэтому если вы думаете, что сняли очень классное видео, попробуйте перевыложить его, поставьте другие хэштеги, и возможно оно взлетит в рекомендации. Очень важно, чтобы количество хэштегов не превышало трёх. Четырёх максимум. Потому что люди не любят смотреть, когда много хэштегов. И хэштеги не очень сильно помогают в раскрутке, когда вы не очень популярный канал. Поэтому старайтесь делать их минимум, но самые конкретные. Желательно использовать не самые популярные хэштеги, потому что шанс, что вас найдут по хэштегам, увеличится, если вы будете использовать непопулярные хэштеги. Я не особо вижу смысл использовать хэштеги типа в рек, рек, рекомендации. Они не очень сильно залетают, но в принципе их тоже можете вставлять. Хотя бы одно из этого по-любому продвинет ваше видео, поэтому попробуйте и так. Многие понимают, что чтобы попасть в рекомендации, нужно очень много просмотров, но также не стоит забывать про лайки и комментарии. Это все очень влияет на продвижение вашего ролика. Чем больше лайков и комментариев, тем выше ваш видос в рекомендации. Еще немаловажным стоит отметить то, что дуэты тоже помогают взлететь в рекомендации. Попробуйте, поснимайте дуэты с какими-нибудь популярными видео, и возможно оно тоже взлетит в рекомендации. Это были самые основные рекомендации, как попасть в рекомендации. Я очень прошу вас поддержать мой канал подпиской, лайком и комментарием. Это очень поможет мне в развитии. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем до новых встреч, пока-пока-пока!